На Зареченских городских прудах начал таять лед. Перемещение по пока еще замерзшим водоемам может быть опасно для жизни. Сотрудники Управления гражданской защиты Заречного провели замеры и обследование ледяной корки на Зареченских прудах. При плюсовой температуре воздуха прочность льда быстро снижается. Толщина льда снизилась на 10 сантиметров по сравнению с предыдущей неделей. Это уже означает, что запрещено ходить, находиться рядом даже. Проверять на прочность, прыгать, бегать по нему и в принципе вблизи. Немножко еще припорошен лед снегом, образуется водное скопление на льду. Он начинает потихоньку становиться более рыхлым, поэтому вступать на тонкий лед категорически запрещается. У нас стоят и знаки, запрещающие выход, и стоят ограничители на водоемах. Сотрудники Управления гражданской защиты ежедневно патрулируют Зареченские пруды. В дошкольных и образовательных учреждениях проходят занятия, на которых юным горожанам рассказывают об опасности нахождения на весеннем льду. Родителям также будет не лишним напомнить своим детям о правилах поведения. Хотелось бы обратиться ко всем родителям, в первую очередь, чтобы они контролировали своих детей, которые идут через зону отдыха лесная, домой через зону отдыха солнечная. Школа 216-218 идут на 132 квартал провести, чтобы они провели с ними беседу о недопустимости выхода детей на лед. Если же вы стали свидетелем несчастного случая, необходимо срочно обратиться за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу Заречного. Позвонить и вызвать спасателей можно по телефону 05 и 112 с мобильного 60 80 05. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».